Саммит деловой двадцатки в Нью-Дели собрал более полутора тысяч делегатов из 55 стран. В Афганистане возобновят добычу лития. Китайские автомобили получили признание на международной автовыставке в Москве. В зоопарке Малайзии отметили 17-летие больших панд. В Нью-Дели завершился трехдневный саммит деловой двадцатки. В нем приняли участие более полутора тысяч делегатов из 55 стран. Бизнес-лидеры и политики обсудили ряд важных экономических вопросов. Особое внимание уделили инклюзивности и финансовым инструментам для продвижения климатических программ. Мировые бизнес-сообщества должны думать об инклюзивности и здоровье планеты, прежде чем принимать деловые решения. Это поможет нам справиться с глобальными экономическими проблемами, обеспечить устойчивый рост и успешно реализовать идеи, которые мы обсудили на этом форуме. Индия, как председатель деловой двадцатки этого года, создала семь рабочих групп, которые займутся разработкой практических рекомендаций в таких областях, как развитие цифровой общественной инфраструктуры, построение устойчивых глобальных цепочек поставок и расширение доступа к финансовым услугам. Нам нужно развивать сотрудничество с правительствами, предприятиями, отраслями. С прошлого года мы развиваем политику равенства ради сокращения большого разрыва в экономической сфере между развитыми и развивающимися странами. В коммунике по итогам саммита деловая двадцатка обозначила 54 рекомендации и 172 политических действия. Представители бизнес-сообществ надеются, что их предложения будут приняты лидерами большой двадцатки на ближайшей встрече в сентябре. В Афганистане спустя много лет планируют возобновить добычу лития. Власти заявили, что приветствуют иностранные инвестиции в отрасль. Этот щелочной металл – ключевой компонент в создании аккумуляторов для электромобилей, а потому у литиевой промышленности большие перспективы, считают эксперты. «Провинции Афганистана, расположенные на северо-востоке страны, богаты запасами лития. Однако его добыча – трудоемкий процесс. Для начала необходимо создать инфраструктуру, так что сейчас поступающие инвестиции будут направлены на строительство железной дороги и заводов». Еще в 2010 году специалисты оценили запасы природных ископаемых Афганистана почти в триллион долларов США, а по запасам лития страну можно сравнить с богатой нефтью Саудовской Аравией. «Если контракт на добычу полезных ископаемых реализуют в полной мере, тогда появятся рабочие места и экономическое положение в Афганистане станет намного лучше». По данным Международного энергетического агентства, в ближайшие 20 лет мировой спрос на литий может вырасти в 40 раз. Поспособствует этому и переход мировой автомобильной промышленности на производство электромобилей. Таким образом, добыча лития может стать для Афганистана одной из наиболее перспективных отраслей, которая привлечет инвестиции в страну и оживит экономику. Свыше полутора тысяч компаний из 22 стран приняли участие в международной выставке запчастей, компонентов и товаров для обслуживания и ремонта машин. Представители всех сегментов автопрома России, СНГ и не только смогли найти новых поставщиков, обсудить проблемы отрасли и, конечно, провести презентацию своей продукции. В этот раз здесь блистал китайский автопром. Китай тоже является крупнейшим производителем и экспозитором автомобилей в мире. В прошлом году выпуск 27 миллионов машин, айспорта около 3 миллионов, больше 3 миллионов, из них 110 тысяч машин в России. Сейчас, конечно, в большей степени преобладает импорт готовых автомобилей, но я думаю, правительство будет принимать для этого меры, чтобы китайские производители приходили на нашу территорию и создавали предприятия, где будут производиться здесь автомобили. А пока компании из Поднебесной представили на выставке поражающее воображение новейшие модели. К примеру, автомобиль Hi-Fi Z с электромотором мощностью 672 лошадиные силы. Самый интересный автопилот на машине. Машина оснащена большим количеством лидеров, которые сами анализируют ситуацию на дороге, дорожные разметки, дорожные знаки, пешеходов, встречные идущие автомобили, рядом движущиеся автомобили. Российский автопром также не стоит на месте. Так, в Челябинской области уже на протяжении 30 лет производят детали для подвесок, рулевого управления легковых автомобилей и многое другое. Под влиянием санкций отечественный автопром прошел глобальную трансформацию. Сейчас главной задачей российских производителей – нарастить объемы собственного производства, укрепить связи с зарубежным автопромом и усилить экспорт. Две большие панды – Син-Син и Лян-Лян – любимцы публики. Они живут в зоопарке в Куала-Лумпуре уже 9 лет и за это время, как настоящие послы панда-дипломатии сыграли важную роль в укреплении отношений между Малайзией и Китаем. На днях бамбуковым медведям исполнилось по 17 лет. В честь дня рождения подопечных сотрудники устроили праздничную церемонию, на которой Син-Син и Лян-Лян подарили ледяной пирог, а также угостили любимыми фруктами и другими закусками из яиц, соевых бобов, кукурузы и риса. Поклонники своими лакомствами. Мы очень рады, что можем наблюдать за этими милыми животными. Мы видим, как сотрудники взаимодействуют с пандами, а также узнаем много нового об их образе жизни, их питании, сне, досуге. Это очень здорово. В честь дня рождения больших панд сотрудники зоопарка организовали целую программу мероприятий, в том числе театральные представления, показ видеороликов, выставки картин о жизни бамбуковых медведей, а также художественные мастерские, где посетители сами могли попробовать нарисовать своих черно-белых любимцев.